всем привет это ювеб дизайн сегодняшний обзор будет на новый продукт дизайн мода называется он слайдс фреймворк рассмотрим каков он с точки зрения простого потребителя с точки зрения разработчика дизайнера и вообще какие вещи с его помощью можно делать погнали на самом деле мы и в подкастах в разговорах у экрана уже достаточно долго да и в принципе в интернетах обсуждаем то что статические генераторы сайтов это что называется the next big thing то есть скорее всего такой мейнстримный сегмент людей он уйдет в какие-то такие генераторы потому что каждый раз нанимать там фрилансеров или разработчиков для того чтобы им запрограммировали какой-то полноценный портал не обязательно и большинство людей сейчас и так в индустрии ограничивается кого-нибудь каким-то одностраничным сайтом или лендингом посадочной страницы для одного какого-то конкретного товара ну просто достаточно мало денег сейчас в экономике у нас в российской чтобы все могли себе позволить держать какие-то такие полнофункциональные сайты и на самом деле это везде не изжито то есть эта проблема она существует в мире поэтому появляются такие проекты как слайдс фреймворк и это наверное даже неплохо это хорошо что появляются они именно такие потому что этот хотя бы выполнен на должном уровне давайте посмотрим презентацию которую здесь ребята подготовили у себя на сайте designmodus.com slash slides overview это по умолчанию первый слайд то есть это генератор который вам позволяет создавать страницы из вот таких вот слайдов то есть из полноэкранных блоков которые перелистываются туда-сюда и можно как-то с их помощью взаимодействовать вот именно этот сайт designmodus.com slash slides выполнен как раз с помощью слайдс фреймворка здесь так и написано то есть этот фреймворк поможет вам создавать красивые промо сайты например как этот то есть здесь вот небольшая подсказочка о том что как раз эта презентация была сделана с помощью слайдс кнопка play включает overlay с видео которое можно закрыть и не просматривая естественно видео здесь есть навигация вот такая вот пункцион чиками его можно влево вправо осуществлять можно стрелки какие-то сделать но мы обо всем этом посмотрим когда будем смотреть генератор но тем не менее то есть работает это и при скроллинге то есть я сейчас вниз проскролил здесь еще два видоса с помощью которых можно то есть вот на этом слайде есть заголовок тут текст видосы точно также можно навигация осуществлять по вот этим вот верхним штукам и по боковым тоже все работает вот по таким якорям то есть хэш слайдс там хэш фичерс и так далее здесь все с красивыми анимациями появляются то есть это достаточно красиво задизайненный проект несмотря на то что я не очень люблю апперкейс на этой заголовке на это уже лично моя моя штука что называется то есть опыт генератор это штука которая нас приведет на закрытую страницу посмотрим как генератор этот выглядит работает пока посмотрим еще некоторых презентациях есть вот на некоторых слайдах есть вот такие штуки которые всплывают и как бы можно развернуть в полный экран генератора то есть все это с помощью удобного генератора сделано можете посмотреть здесь промо видос мы естественно ссылку на описание оставим потому что иначе как она можно понять что и как ready to purchase здесь небольшая такая форма которая но на самом деле это не форма просто ссылка которая нас отправляет в ады эту карту здесь есть часто задаем вопросы поддержка там и так далее то есть все виды всяких штук небольшой модуль расшарения модуль расшарения работает через обычные xml и 5 то есть вы здесь и жмете там на фейсбуке и он просто перед ту ссылку на которую вы находитесь и можно ею будет поделиться и то же самое с твиттером google плюсом и пинтерест давайте посмотрим какой генератор нам приготовили дизайн мода то есть как вы видите здесь опять же генератор сделан с помощью слайд но не совсем с помощью него конечно потому что здесь обычный скроллинг работает просто дизайн немного похож мы выбираем несколько слайдов из которых будет состоять наш проект и на самом деле я даже уже и выбрал за экраном их несколько потому что готовился к этому видео вот я выбрал вот этот заголовочек потом выбрал слайд с отзывом и слайд с двумя видосами то есть их можно будет естественно кастомизировать после того как мы посмотрим как это все выглядит то здесь можно написано просто 5 рандомных каких-то выбрать зависимости от того какие именно вам здесь нужны по по функционалу можно выбрать навигационный топ-панел то есть здесь опять же 24 варианта верхних навигаций я выбрал вот такую вот с сайт баром просто для того чтобы еще дополнительно продемонстрировать функционал сайт бар там где есть вот эта иконочка там можно еще кастомизировать такой выпадающий сайт бар посмотрим сейчас как это будет выглядеть нижняя навигация здесь тоже модуль расшаривания просто built with slides это как бы не очень сложно это обычное дело можно выбрать анимации с которыми эти карточки перелистываются на самом деле абсолютно неважно какие они будут можно просто кажется использовать он более или менее приятный и на всех видах устройств все работает в принципе плавно и не тормозит также можно изменить настройки скорости слова fast default оставим default плавные плавные переходы элементы которые на странице находятся то есть если мы посмотрим вот этот слайд на котором по несколько вот этих вот штук в колоночках они вот эти элементы они анимируемые по умолчанию это можно отключить для того чтобы немножечко разгрузить производительность и можно слайды перелистывать на самом деле не обязательно вниз можно еще вправо их перелистывать то есть зависимости от того какого типа вам нужна посадочная страница или там одностраничный сайт вы можете отменять варьировать навигацию можно осуществлять точечками причем выбирать размер точечек их стиль там полы они внутри или не полы располагать их слева или справа то же самое можно делать со стрелочками и вообще убрать какую-то навигацию оставить только ту которая будет у вас там сверху или снизу preloader это такая штука которая будет крутиться в правом углу углу экрана если у ваших пользователей с медленное соединение с интернетом они будут видеть preloader и ждать пока все подгрузится сведи лайбрари это библиотека которую из-за свечи элементов там посмотрим подробнее когда будем разбирать код очень очень круто сделано с помощью свечи символов который потом подключается с помощью юз мы в принципе много роликов про свечи на этом канале снимали можете посмотреть все прям как как мы учили как было в ролике про свечи спрайты simplified mobile можно отключить вот этот эффект слайда который здесь этот на телефоне для того чтобы не так сильно он напрягался можно прежде чем загрузить вот этот проект который мы получили нажать превью и посмотреть как этот сайт будет примерно выглядеть с тем контентом который уже сделан внутри слайд с фреймворка то есть первый слайд вы видите он вот такой вот с видео как прям как в их коммерческом демо обратите внимание что сейчас нету никаких подсказок на вот этих вот навигационных элементах но когда мы с вами будем кастомизировать сейчас этот сайт то мы добавим это все это очень легко и удобно делается здесь точно так же есть блок поделиться на втором слайде у нас отзыв мой отзыв добавим в конец потому что на втором слайде я хочу оставить вот это перелистывание видосов это на мой взгляд очень удобно и прикольно сделано и сайт бар о котором я говорил то есть здесь есть небольшая навигация tour upgrade help explore их можно все кастомизировать эти ссылки чтобы перемещаться по слайдам плюс тут дополнительные страницы ссылки на соцсети это все легко очень кастомизируется давайте посмотрим как это будет выглядеть я нажму сейчас download то есть нам нужно скачать просто это всего лишь и посмотрим как это дальше будет выглядеть для начала давайте немного ознакомимся вообще со структурой слайд фреймворка который нам прилетает если мы просто зайдем на дизайн мода в наш аккаунт и скачаем его весь включает в себя две папки дизайнеры и девелопер примерно так же как было в стартап фреймворке который вышел там около года назад то есть этот слайд фреймворк также доступен для дизайнеров в формате фотошопа и скетча если мы посмотрим redmi то здесь написано что здесь есть четыре шрифта которые на самом деле свободно распространяется через google фонс то есть не будет никаких проблем и включить сам фреймворк включает себя 60 вот этих разных слайдов и из них 11 точнее не из них а из этих слайдов собрано уже 11 таких статических темплейтов с которых можно начать просто как-то вдохновиться и понять какие вещи можно делать с помощью этого фреймворка но и точно также посмотреть на отдельно на топ-бар и так далее материал color swatches можно посмотреть добавить именно swatches себе в photoshop с цветами панел с bottom panel top panels если мы откроем сейчас это в photoshop это мы увидим что здесь мы можно добавить гриб посмотреть как относительно него сделано хотя я не очень понимаю где именно этот горит здесь используется но видимо вот тут край в край до него как-то ну не знаю может быть для референса он здесь как-то удобен и все удобно организовано слои то есть panel top 2324 кстати 2324 они на самом деле друг на друге оказались вот тут такая небольшая вам небольшой лайфхак они находятся друг в друге можно их отсюда брать копировать как-то в свой отдельный psd файл и смотреть как это будет выглядеть все слайды разбиты по четырем другим файлам чтобы не запутаться то есть тоже все все удобно очень можно горит включить и посмотреть каждый слайд уже в отдельный слой в отдельную группу даже сгруппирован тут группа слоев тут всякие картинки все вот эти вот навигации и так далее все в отдельных штуках сделано очень удобно посмотреть как это как это было все за дизайне ну и на самом деле если у вас двухступенчатый этап разработки то есть сначала вы накидываете дизайн фотошопе как это будет выглядеть возможно что-то кастомизируете потом отдаете своему разработчику он уже будет все собирать из того что у нас доступно в папке девелопер точно так же все исходники доступны в скетче у меня здесь скетча на этом компьютере нету поэтому я не могу вам продемонстрировать но поверьте мне там будет примерно то же самое что фотошопе то есть она сильно отличаться не должно в папке девелопер нас ждут несколько ссылок на гайды то есть здесь first steps open generator и мануал это отдельные ссылки внутри с нас ждут имиджи свечи внутри css ждет два файла один сжатый один не сжатый можно самом деле если вы уже точно знаете какие слайды будете использовать оставить стиле только для них заново сжать чтобы еще уменьшить размер файлов хотя он и так в принципе не сильно большой здесь есть небольшие примеры то же самое с джава скриптом есть общая библиотека есть она же сжатая почему-то сжатая на весит 86 килобайт не сжатая 33 но видимо сжатая естественно включает себя и плагины в том числе то есть так так они конечно будут занимать больше что касается лайбре можно каждую каждый слайд отдельно посмотреть в виде статического и чтим статической html страницы их как-то подгружать включать копировать отсюда с мануалом и с темплейтами мы тоже уже поняли то есть они на самом деле сверстаны готовы с митим play 2 откроем здесь например то такой вот сайт причем с навигации снизу влево вправо он двигается не стрелочек никаких нет то есть вот все все очень удобно понятно куча заголовков на картинках которые еще с помощью эффекта кен роббинс ну для который использует для статических изображений они наплывают прям нам в экран то есть из таких готовых штук тоже можно что-то придумать как-то спланировать какой именно сайт у вас будет впоследствии так вот теперь перейдем к тому проекту который непосредственно экспортировался нам индекс html я его запускаю и мы видим тот же самый проект который видели на превью то есть первый слайд с видео второй слайд с отзывом и третий слайд с выбором других видео вы видите как это сейчас здесь происходит я вам покажу как выглядит мануал который тоже там добавлен в для разработчиков здесь большая документация для того чтобы вы понимали какие классы где стоит использовать и как в зависимости от этого все это кастомизируется то есть это очень правильный frontend фреймворк примерно как будет стреп вы учите те классы и дата атрибуты которые вам нужно использовать для конкретных для конкретного функционала понимаете как это работает и после уже можете кастомизировать вообще все как как хотите и мы собственно сейчас как раз попробуем за кастомизировать то что нам прилетело я покажу это на примере редактор кода брекет через одну секунду так ну давайте не будем долго ждать я скопировал индекс html в дополнительный индекс 2 html для того чтобы мы могли кастомизировать вывод смотреть как это будет выглядеть то есть на данный момент если посмотреть это выглядит примерно точно так же индекс 2 html то есть здесь 33 слайда которые мы уже видели и сайт бар который пока еще не кастомизирован совсем давайте посмотрим код который у нас получается здесь базовая разметка html head подключены google шрифты которые используются конкретно в этом генераторе стиле можно подключать кстати говоря и минифицированный вариант то есть если вдруг мы это уже заливаем куда-то в продакшенном ничего не надо кастомизировать то мы можем вот так вот просто залить минифицированный вариант на самом деле он точно также здесь будет работать да и то же самое с java скриптом здесь отдельно подключены плагин с и слайд с чс а мы можем подключить только слайд с мин джейс и будет принципе точно такой же эффект кстати здесь даже в брекет сах всплывающей подсказки используется jquery 111 видимо для совместимости со старыми интернет-эксплорерами на самом деле даже вот я сейчас минифицированные варианты подключил и значительно быстрее стал подгружаться ну то есть при лодер практически не видно кроме разметки head у нас есть боти у которого по умолчанию есть только класс слайд после этого ему добавлен кодз это та анимация которую мы выбираем то есть там были варианты дзен зум фильм стек play in то есть данном случае как если я сейчас вот обратите внимание как они перелистываются карточками я сейчас добавлю здесь зум и можно посмотреть что перелистывание будет теперь с другим эффектом зумом то есть это все кастомизируется простыми классами то что мы выбирали до этого в генераторе они на самом деле просто подставляют здесь классы все симплифайд мобайл они мэйте все все что мы в конце в настройках выбирали теперь есть здесь сети лайбры очень крутая штука которую дизайн мода используют это свечи спрайт в котором мы символами объявляем все иконки которые нам к так или иначе понадобятся нужно display нам сделать для этого свечи элементы потому что иначе он все равно будет пустое место на странице занимать даже несмотря на то что символы по дефолту не рендерятся здесь есть такие символы как логотип меню там logo icon close share facebook twitter dribble pinterest google плюс это все здесь лежит в этом файле можно его отсюда выпилить подключать как отдельный какой-то файл но я не помню насчет поддержки браузеров с юзом она объявляется перед вообще перед всей разметкой потому что на ios устройствах когда мы используем use вот как например здесь свечи use и xlink href используем тот айдишник который здесь у символа обозначен вот при таком использовании на телефонах если сам спрайт в самом низу лежит то не показываются эти иконки поэтому их надежнее всего вот так вверх пихать я добавил здесь логотип и веб-дизайна увд logo то есть только точно довольно таки большой path по сравнению со слайд слога там и так далее то есть там он собственно весь один stroke with 5 там туда-сюда никакой никакого цвета и давайте попробуем начать кастомизировать вообще то что у нас здесь мы запомним айдишник увд лога попробуем кастомизировать то что у нас здесь представлено пойдем прямо по коду navigation side stroke navigation это точечки с помощью которых мы перемещаемся по слайдам на самом деле они генерируются java скриптом то есть вы здесь видите что их на самом деле нету в улка вулки этих лишек они генерируются автоматически зависимости от того сколько у нас есть слайдов вот вы видите здесь слайд 02 они здесь будут автоматически сгенерированы и классами как вы уже догадались можно их так скажем место положения менять например если мы добавим left сейчас видите точечки здесь при перезагрузке они уже будут слева то есть это все очень легко меняется классами кроме этого вот строк это то что они полу и внутри это можно либо его добавлять либо убавлять и кроме этого можно допустим написать square чтобы были квадратики они в данный момент час опять будет справа потому что я изменил вот полу и квадратики при наведении такие цельные я не знаю зачем на самом деле использовать квадратики у меня вот такие квадратики ассоциируются с тем что как чё-то не подгрузилась какие-то размеры медиум смол кстати можно еще указать я имею ввиду какая-то иконка не подгрузилась там такой квадратик без понтова вот он мне напоминает этот смол такие маленькие точечки которые даже не видно совсем не знаю зачем смол использовать но тем не менее панел топ это то что мы сверху обозначили у нас здесь есть див класс sections left right то есть мы можем смотреть то что прибита к левому к правому можно еще добавить центр то есть если я здесь сделаю див с классом центр и там добавлю какой-нибудь я не знаю текст you web design то он должен быть в центре если я правильно понимать там никаких дополнительных абортах не надо нет не надо то есть вот так он здесь показывается это все можно кастомизировать точно также через генератор выбирать из готовых или вот дописывать так вот вручную давайте попробуем изменить логотип ну vd logo и нам в стилях естественно нужно сделать чтобы он был квадратный если вы помните у нас в юбокс у нашего логотипа он все-таки квадратный 600 на 600 в данном случае не обязательно делать конечно 600 на 600 пикселей достаточно соотношение сторон соблюсти я сделаю 80 на 80 и я сделаю чтобы строго кто же был ffff белый потому что по умолчанию ну я вам сейчас давайте покажу как это будет по умолчанию по умолчанию он будет очень тоненький если только заливочку используют то есть вот вы видите он здесь появился если я еще сделаю строк fff то он будет чуть-чуть пожирнее прям как прям как у нас собственно этот логотип и используется вот он в свечи очень очень скейлабл то есть если я здесь преувеличиваю никаких нету пикселизации ничего все преимущества использования свечи прям на лицо то есть это вот так быстро меняется здесь меню и так далее давайте теперь вернемся к вот этим точечкам я вам говорил что в одном из примеров мы видели что при наведении на точечке показывались подсказки то есть всплывали здесь влево вправо давайте попробуем реализовать этот функционал для этого нам нужно так сейчас я сайт бар пока сверну чтобы он нам не мешал и панел топ тоже мы большего не будем никак кастомизировать слайд 02 и у этого слайд 02 также как собственно и у последующих слайдов нам нужно определить атрибут data title который мы можем написать все что нам угодно будет то подсказка которая всплывающая нас интересует данном случае и вот дизайн подкаст у нас будет на первом слайде и я сейчас скопирую на другой здесь у нас отзыв клиента и здесь у нас будет видео обзоры не знаю через черточку наверно правильно пишется хотели тут в русском языке в таких аспектах не очень силен теперь вы видите что у нас есть вот эти вот всплывающие подсказки по умолчанию но open sans наверное шрифта не знаю какое какое-то используется наверное сан-франциско потому что русского нету в railway который здесь по дефолту используется это все можно по кастомизировать как мы привыкли там через css и так далее можно вот такие вот штучки добавлять и давайте продолжим рассматривать то что у нас в топ пенели так есть вариант этот топ пенел уменьшать то есть например на телефоне делать чтобы логотип у нас не показывался на самом деле здесь очень умная штука она sections сделаем здесь desktop а здесь compact так вот здесь очень умная штука и в компакте берем left просто чтобы осталось одно меню причем сделаем его по центру не знаю может быть может быть где-то это работает и по умолчанию на самом деле это не будет срабатывать если мы сейчас сделаем телефонный режим то у нас по прежнему останется и логотип и то что здесь по умолчанию комплект джаваскриптом срабатывает только если элементы фактически не вмещаются в меню но если вдруг нам нужно сделать так чтобы в любом случае показывалось то что мы прописали в комплект на телефоне мы можем добавить здесь класс force мобайл вот так он звучит и после этого у нас все будет работать так как мы задумывали то есть хоп и у нас здесь по центру будет кнопка которая вызывает этот сайт бар то есть на самом деле с этим объектом пенел топ можно очень разные манипуляции совершать сейчас я это уберу потому что на самом деле меня вполне устраивает то как это выглядит теперь перейдем к нашему сайт бару здесь тоже можно достаточно много всего скастомизировать он вызывается с помощью вот этой вот кнопочки батон action button sidebar trigger то есть если мы используем классы от бар триггер то автоматически джаваскрипт начинает искать дата сайт бар айди атрибут у этого триггера и потом впоследствии будет искать сайт бар с таким же айдиш ником то есть они должны быть уникальны в данном случае он один и в сайт баре здесь уже написал весь контент подкаст видео обзоры отзывы просто сделал небольшое меню которая нас на наш сайт кидает реферальная ссылочка на слайд фреймворк наш хостинг и наши соцсети давайте посмотрим как это будет выглядеть здесь то есть вот так вот слайд нужно сейчас будет убрать давайте попробуем просто прописать там европе дизайн посмотрим как это будет выглядеть если мы вместо среди здесь вот так вот возьмем вероломно напишем его дизайн оставим ссылочку на его дизайн точка ру я не уверен класс лога здесь что-то изменит или не изменит но давайте посмотрим как это будет выглядеть в том варианте в котором мы это написали не будет класс лога здесь ничего показывать поэтому мы его уберем а внутри сделаем какой-нибудь заголовок чик например h3 небольшого такого размера по умолчанию наверно h3 немного другой будет шрифт но вот тем не менее с этим можно долго играть добавить какую-нибудь здесь иконку еще дополнительно отступ прописать и так далее но это в нашем случае совсем не важно в нашем случае важно посмотреть на цвета данном случае цвет deep purple стоит и кроме того что мы можем писать предустановленные все цвета мы можем еще писать свои с помощью бэкграунда но это вы и так знаете давайте зайдем на странице examples которые у нас есть слайд с фреймворка посмотрим материал дизайн цвета которую мы можем здесь выбирать то есть вы видите здесь вот такая вот навигация сбоку я это же увеличу грей тип orange orange это все предустановленные классы которые мы можем использовать в наших дизайнах то есть мне вот такой индиго цвет значительно больше нравится сайт бара чем deep purple давайте попробуем такой класс индиго использовать посмотрим применится ли он к нашему сайт бару ну я уже знал ответ конечно же он применится то же самое можно кстати сделать и с кнопками то есть если мы в данном случае нашу кнопку на слайде 02 так сайт бар можно свернуть меня он полностью устраивает здесь есть та же кнопка у которой пинг есть класс мы можем сменить тоже на индиго для того чтобы он более или менее подходил под подсветка всему тому что у нас есть здесь у нас поп-ап и кстати говоря эти цвета можно применять даже для всех секшенов то есть если мы здесь уберем div класс background то есть background и меч и допишем что нибудь типа deep orange я очень надеюсь есть такой цвет я точно не помню то вот так вот это начинает выглядеть deep orange почему он здесь приглушенный потому что есть класс фейды который мы можем просто убрать и тогда не будет вот этого оверлея черного будет просто яркий deep orange цвет такое конечно не стоит использовать на каких-то важных слайдах которые первоначальные но тем не менее давайте начнем менять непосредственно контент то есть сви джи нам здесь не нужен мы здесь сделаем h1 его дизайн ему добавим пару классов класс white чтобы он был весь поширение и вот эти классы а е1 это порядок анимации то есть из нас анимаетесь аниме тит элемент мы пишем 123 по в каком порядке нужно анимировать эти элементы в данном случае я сейчас еще сделаю h2 заголовок подкасты и видео обзоры про веб-технологии сделаем класс white а е2 посмотрим как это будет выглядеть здесь дизайн под таким красивеньким шрифтом подкасты видео обзоры про веб-технологии и видос нам нужно видос то использовать наш поэтому посмотрим как это работает очень похоже со сайт баром то есть там мы кнопка у нас называлась сайт бар триггер и по идишнику искал схожий сайт бар здесь называется поп-ап триггер и по идишнику опять же ищет тот поп-ап который к этому триггеру относится на самом деле это все все поп-апы можно хранить где-нибудь там в конце разметки чтобы рендеринг айфреймов там не мешал рендерингу все остальные страницы это можно все конечно же менять в зависимости от того как мы хотим оптимизировать страницу и я сейчас кстати говоря если вам вдруг не нравится то то что у нас здесь получилось мы можем например написать source ans про я не уверен и light для тоненького шрифта я не уверен поддерживает ли тот source ans который у нас подгружается с google шрифтов кириллицу мне кажется должен мы даже можем сейчас с вами посмотреть google font source ans про но вообще в последней редакции на type kitty он поддерживает кириллицу здесь 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 пока нет но тем не менее у меня он на компьютере поддерживает поэтому принципе должен выглядеть более так нет control с не надо в принципе должен выглядеть более или менее пристойно вот подкасты видео обзоры про веб-технологии и наш видос наш последний подкаст html5 год спустя что дальше здесь все работает build with slides я пожалуй оставлю здесь у нас есть вот эта штука на ботом меню и на самом деле здесь у дизайн моды есть пасхалка у них закомментирована соцсети стамбул оппон и linkedin которые точно так же для них есть и свечи иконки то есть они будут работать и 5 для них тоже написан просто большинстве случаев они практически не используются не в рунете видимо и в буржуи на эти тоже поэтому они здесь закомментированы нам как бы в принципе нет никакое никакого дела до этого давайте сменим теперь еще и бэкграунд на какой-то более похожий на наш будем дальше менять в принципе весь контент и после этого наверное будем заканчивать обзор с с имидж из я здесь добавил уже волпы и перри которые хотел бы волпы и пер 59 в данном случае я бы использовал сейчас мы его сюда и напишем вот вот это уже больше похоже на то что мы привыкли вы видеть на его дизайны в принципе мы на самом сайте отказались от такого лендинга который как бы больше для стори тейлинга подходит но тем не менее это это не значит что нам полностью перестала нравится технология просто вот просто вот так я здесь добавил контент новый переписал то что там уже было то есть во втором слайде нас сейчас небольшой такой кусочек нашего канала ролики про работу со свитей здесь я это все прописал свитей анимации свитей спрайт и фильтры перепрописал три новых по папа в которых это все разворачивается сменю бэкграунд на wallpaper 7 и здесь у тех видосов которые предпоказываются вот вот здесь вот нужно сменить постеры то есть чтобы постеры были соответствовали саду видосом я их вот предварительно здесь пересохранил в с и подгрузил именно именно там поэтому у нас здесь работают со среди ролики про свитей скейл был вектор графикс вариант работы с этим языком разметки векторной графики среди спрайт и сиди фильтры свитей анимации вот такое она здесь выборный так скажем слайдер на каждой из них естественно открывается соответствующий по идишнику поп-ап но в которых можно посмотреть вообще эти ролики и здесь небольшой отзыв и веб-дизайн это мой любимый источник информации по веб-дизайну разработки ребята знают свое дело снимает веселые ролики александр гачаров веб-разработчик челябинск вот такой вот белый слайд у нас получился вы мне хотите задать вопрос почему белый потому что я не сохранил не сохранил тот который я сделал без белого то есть изначально он выглядел вот так вот мой любимый бэкграунд сан сплэша и вот текст но за я случайно забежал вперед и если добавить здесь класс white slide то естественно все инвертируется то есть все что было белым станет черным и все чтобы черным станет белым наоборот в том числе вот этот overlay неплохо это все выглядит неплохо но на самом деле можно то же самое добиться и с помощью цветов то есть я уже это показывал можно сделать green и будет все черное на зеленом в итоге если если нам нужно как-то формализовать этот отзыв чтобы он был не на фоне какой-то картинки то это можно сделать в том числе и так но мне с бэкграундом нравится значительно больше буквально самом конце хочется показать вам последний вариант можно делать видео по граунды которые так популярны сейчас у нас в интернетах нужно добавить класс видео к самому слайду и вот такую разметочку deep background так я тоже вот и он так вот выровняю сюда нужно указать ссылку на постер controls falls чтобы нельзя было никак включить выключить чтобы они не показывались и в двух форматах mp4 вб мы использовали видосы с demos things . info который дизайн модов своих примерах тоже использовали потому что они коротенькие хорошо оптимизированный под веб и вот так это будет выглядеть то есть если мы сейчас подождем то видос авто проиграется вот он так вот такой вот у нас интернет прелодера нет я не знаю даже насколько это вписывается конкретно в концепцию данного слайда наверное не очень но кто-то кто-то заказывает кто-то делает пишите в комментариях если вы любите видосы на бэкграунде я вот не очень люблю на самом деле я сейчас добавил класс фейд чтобы немножечко затемнить все таки так читабельность увеличивается видос уже подгружен все более или менее закешированное работает вот такой получился обзор на слайд с фреймворка дизайн-мода мне кажется что это вполне себе имеет место на существование для отличный инструмент легенит быстрой генерации таких статических сайтов которые не будут очень часто меняться хотя на самом деле даже такую штуку можно с легкостью натянуть на wordpress и пишите в комментариях если вы хотите увидеть ролик как такие вещи натягиваются на wordpress хотя наверное это лучше делать на примере чего-то более простого хотя какая разница в как куда подставлять текст на самом деле это неважно но тем не менее наверное такой сайт wordpress только замедлит из-за того что будут какие-то запросы в базу данных может быть удобнее его вот так вот обновлять это конечно не какие-то там пошлые генераторы типа yukaza и викс это более удобная штука кстати если вы покупаете лицензии на слайд с фреймворк вы можете его использовать бесконечное количество раз и для коммерческих и для бесплатных проектов есть один раз вы его покупаете и можете использовать всегда он кстати говоря периодически обновляется то есть там ребята в принципе работают и можно даже как-то ожидать того что этот инструмент со временем станет еще лучше и лучше стартап фреймворк довольно таки долго обновлялся ставь это были и в дизайн ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям подписывайтесь на нас в соц сетях вконтакте в твиттере в инстаграме в фейсбуке в google plus и ставьте нам отзывы на youtube все удачного всем дня пока